В Харцизском городском центре занятости на этой неделе провели традиционный брифинг, на котором подвели итоги работы за 10 месяцев. Основной темой встречи стала тема профессионального обучения лиц, ищущих работу. О возможностях и перспективах учебы от центра занятости далее в сюжете. По словам директора службы Надежды Киселевой, одной из проблем рынка труда в Харцизске является дисбаланс между спросом и предложением. Чтобы удовлетворить кадровый голод предприятий, центр занятости предлагает горожанам, находящимся в поиске работы, услугу профессионального обучения по востребованным на сегодняшний день профессиям. У нас более 500 вакансий ежедневно, но, к сожалению, мы не можем их укомплектовать из-за того, что люди не имеют необходимой квалификации. Поэтому служба занятости предлагает повышение квалификации, переобучение и первичное обучение. В 2018 году мы предлагали переобучиться по 48 профессиям. Задействовано 27 учебных заведений ДНР. 15 из них имеют общежития. В зависимости от выбранной специальности, какие-то курсы придется посещать в течение месяца, а какие-то – до полугода. Зато после их окончания трудоустройство практически гарантировано. Сегодня готовы принять новых работников Харцизская теплосеть, отдел капитального строительства городадминистрации, завод «Селур», Иловайское жилищно-эксплуатационное предприятие и Зугресский водоканал. Если на занятия в учебное заведение придется добираться на общественном транспорте, Центр занятости компенсирует затраты на проезд. Более того, еще и выплатит материальную помощь – 100 рублей за каждый день обучения. Несмотря на это, отмечает Надежда Киселева, желающих воспользоваться услугой городского Центра занятости немного. За последние 10 месяцев по направлению ЦЗ профессиональное обучение прошли всего 8 человек. Обучали мы лаборантов и химводоочистки, операторов котельных обучали, слесарей по ремонту автомобилей обучали мы, электрогазосварщика. Обучили штукатуру для того, чтобы человек мог работать и принимать участие в наших временных работах по восстановлению жилья после арт-обстрелов. Парень работал подсобным рабочим и получал, естественно, маленькую заработную плату в размере от 2 до 3 тысяч в разный период. После обучения, естественно, значительно в разы возросла его заработная плата, потому что он пошел работать уже как квалифицированный специалист. Кстати, обратить внимание на перспективы профессионального обучения стоит не только безработным, но и гражданам, которые сегодня заняты в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. Они тоже, если нет диплома об образовании, должны пройти соответствующую профессиональную подготовку. Такие правила прописаны в законе об основах государственного регулирования торговой деятельности, принятого депутатами Народного совета ДНР в феврале нынешнего года. Все наши продавцы должны иметь сегодня не просто опыт работы, а подтверждающий документ об образовании. Поэтому мы, конечно, со своей стороны это широко рекламируем среди работодателей. Может, кто-то не слышал, еще не знает. Просим обратить на это внимание, пересмотреть свои кадровые составы и обращаться к нам в службу занятости, для того, чтобы мы могли предоставить услугу профессионального обучения. Единственное, что хочу уточнить, мы обучаем безработных, то есть люди не заняты на сегодняшний день. Продолжение следует...